Добрый день, уважаемые слушатели, коллеги. Тема сегодняшней нашей встречи это причины неудачи внедрения информационных систем. Что и как делать, если у нас возникают неудачи, как с ними бороться. Мы сегодня это с вами и рассмотрим. Рассмотрим, какие у нас бывают причины неудачных внедрений. Соответственно, разберем их, рассмотрим, какие проблемы у нас бывают при внедрении, также возможности их решения и как все-таки не допускать этих ошибок, как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, поскольку в процессе участвуют обе стороны. Итак, по данным независимой международной консультационной фирмы по исследованиям в области IT, за 2015 год в США и Европе из всех проектов IT можно выделить следующие результаты. Это 31% IT-проектов остановлены и не завершены, почти 53% проектов завершены со срывами сроков, значительным увеличением первоначально запланированного бюджета или кардинальным изменением изначально запланированных целей. И только 16% оправдали ожидания. Мы видим, что и того у нас получилось, что всего лишь 2% успеха, то есть 16% только проекты завершились удачно. 8 из 10 можно считать неудачными фактически проектами. При этом последние 10 лет эти цифры практически не меняются. Посмотрим, какие причины внедрения, неудачного внедрения. Это ошибка границ проекта внедрения. Если проекты простые, они, как говорится, у нас на виду. Например, возьмем такой проект, как называется «Помыть полы в квартире». То тут понятно, надо взять все полы и помыть их. Но даже в этом случае у нас может возникнуть вопрос, надо ли мыть, например, кладовку и балкон. Решение зависит от определения понятия квартира. Если же мы возьмем проекты более крупные и сложные, то в них уже сложнее чертить границы. Например, с более ощущаемых таких проектов – это строительство дома. В чем заключается строительство дома? Не только в возведении самого здания, но и, возможно, в благоустройстве придомовой территории. Но объем благоустройства может быть бесконечным. Например, с домом давайте рассмотрим подключение горячей и холодной воды. Понятно, что вода не появится сама собой, нам нужно будет встроиться в магистрали. А для этого необходимо соблюсти требования. Нужно получить технические условия, написать различные письма, выполнить работы на внутридомовых и магистральных линиях. Что при этом делает хороший руководитель проекта? Правильно, он обязательно в своем порядке, в самом начальном документе, который может называться либо уставом проекта, либо концепция, либо то есть в уставе проекта, он включает раздел под названием работы, которые не входят в рамки этого проекта. То есть сразу поставит некоторую границу. И это самая такая большая причина неудач внедрения. Антон, звук появился, видел, что звук прерывается. Так, далее. Вторая причина – это ошибки со стороны заинтересованных лиц. Чаще всего представители отдела продаж компаний, которые предоставляют услуги по внедрению систем, сформируют завышенные ожидания от внедрения. При этом не описывают все вложения, которые необходимы, не указывают, не описывают все вложения, которые необходимы для успеха внедрения. Поэтому компании, которые планируют внедрение, часто не закладывают в проект достаточное количество ни времени, ни денег и ни ресурсов для обеспечения данного успеха проекта. И кроме того, провалившиеся проекты часто не включают такие ключевые моменты, как менеджмент изменений, определение бизнес-процессов и документа оборота, но и возможность пилотного внедрения также не закладывают. В части ошибок со стороны заинтересованных лиц можно указать и то, что управление внедрением со стороны высшего руководства компаний, оно вообще-то включает не только оплату счетов и передачу проекта команде исполнителей, оно также включает в себя и определение задач внедрения, создание управляющего органа проекта, ну и соответственно участие во всех решениях при необходимости. То есть со стороны руководства компании заказчика бывает недостаток поддержки и управления. Это также приводит к причинам неудачного внедрения. И этот пункт, он самый важный, поскольку затрагивает и все остальные, и на это стоит обратить внимание. Следующая причина это чисто техническая, технические ошибки. Главным камнем преткновения, который препятствует удачному завершению проекта во внедрения систем, это неправильный выбор системы, функциональность которой может не совпадать с нуждами нашего подприятия, с нуждами компаний. На рынке сотни программ и при этом очень важно выбрать ту, которая наиболее подойдет именно к нуждам вашего подприятия. И если неправильно подобрать систему, то можно сказать, что это неудача в проекте. Также стоит отметить, что достаточно часто заказчики предпочитают кастомизировать софт. Отказываются от использования стандартных функций. И практически каждое неудачное внедрение содержит попытку вот этой кастомизации. Такое происходит достаточно часто, когда мы выбрали неудачный софт, и потом нам приходится его подгонять под то, что нам требуется. И чем сильнее мы будем дальше кастомизировать софт, тем больше времени у нас занимает процесс внедрения. И, соответственно, тем дороже нам обойдется это внедрение, тем больше риска, что это внедрение, этот проект у нас не завершится. Конечно, совсем отказаться от кастомизации нельзя. Это, во-первых, нереально. Но самое главное, стоит отметить, что она должна затронуть только ключевые области. Ключевые области, которые являются конкурентными преимуществами именно предприятия. То есть то, что важно для предприятия. И если мы не сможем отделить и ограничить кастомизацию только этими областями, то, соответственно, нам надо либо выбрать другой продукт, либо заново продумать всю стратегию. И на это надо обратить достаточно большое внимание. От этого зависит успешность внедрения. Какие самые большие проблемы при внедрении 1С у нас возникают? Мы достаточно часто не попадаем в ожидание заказчика. У сотрудников заказчика у нас отсутствует интерес. И чаще всего в ходе внедрения у нас возникают новые требования. Такие самые большие проблемы есть при внедрении 1С. Ну, не только 1С. Как быть? Что собой представляет непопадание в ожидание заказчика? Соответственно, это невозможность договориться о цене проекта. Например, заказчик считает, что это дорого. Сылается на предложение другой компании. И при этом аргумент о том, что качество работ, про качество работы вообще не помогает. Завышенные невыполнимые противоречивые требования со стороны разных сотрудников заказчика. Например, руководитель согласовал бюджет и цель проекта, но когда стали вникать в детали, то поняли, что сотрудники заказчика имеют противоречивые ожидания от проекта. Как лебедь, чулка и рака, да? Конфликтные ситуации, возможные с конкретными сотрудниками заказчика по поводу технических решений в проекте, возможные расхождения в ожидании, с которыми порой не бывает сложно договориться по-хорошему. Сотрудник чрезмерно настаивает на своей позиции и не желает слушать аргументы. Такое достаточно часто тоже бывает. Проблемы подразумевания. Ох, от них никуда, конечно, не деться. Связанные со сдачей результата проекта и отдельных этапов. В ходе сдачи работ у нас оказывается, что заказчик подразумевал другое и возникает запрос на дополнительные работы, при этом без увеличения стоимости проекта. Появление новых участников в проекте, с которыми также не удается достичь взаимопонимания. Это вот как раз то, также не попадание в ожидание заказчика. При этом влияние этой группы проблемных ситуаций на проект достаточно очень высокое. И эта группа проблемных ситуаций, не попадание в ожидание заказчика, она способна растянуть календарный срок проекта в два, а то и в три раза. Что приводит к кассовым разрывам компании-поставщика и создает достаточно высокий риск неуспешного закрытия проекта. Примерно 50-70% случаев сдвига платежей по проекту, она связана с не квалифицированной обработкой ожиданий сотрудников заказчика. Как быть? В данной сложной ситуации требуется обязательная проработка интересов заказчиков проекта. Экономически это не занимает дополнительного времени, но требует обучения и тренировки руководителя проекта. Именно навыку диагностики интересов. Это важно. Ориентировочный срок формирования стабильного навыка диагностики интересов людей два месяца. Что для этого нужно сделать, чтобы поставить данный навык? Этому помогут тренинги по продажам или переговорам с обязательным условием, конечно же, внедрения данных навыков на практике. Ну и соответственно тогда мы можем данные проблемы фактически с вами избежать. Следующая проблема это отсутствие интереса сотрудников заказчика. Технически фактически эта ситуация является разновидностью ситуации непопадания интересов заказчика, то есть связана с прошлой ситуацией. Но в целом это отдельная группа ситуаций, в которую включаются все сотрудники, которые вывлечены в проект. Они не проявляют никакого интереса и при этом не исполняют по нему свои обязательства. Ситуация возникает достаточно часто вследствие того, что противоречие интересам сотрудников и неисполнение процесса формирования проектной группы. Иначе говоря, принудительно включили людей в состав рабочей группы проекта, а им это не нужно и даже мешает их работе. В эту проблему входят ситуации, когда у нас вечно заняты, вечной занятости сотрудников заказчика, когда человек заинтересован в чем-то, он всегда найдет время. Вечная занятость один из признаков отсутствия интереса к теме. Обратите на это внимание. Частых задержек в процессе выполнения. Например, начали проверять остатки, а потом отложили на неопределенный срок. То есть непонятно, когда будет сделана и выполнена задача. Невнимательная работа. Когда отнеслись к процессу формально, ради галочки. И так сойдет. Отсутствие инициативы, которую сотрудники обычно проявляют к решению других задач, но в нашем случае, допустим, им это неинтересно. И эта группа проблем, она возникает из-за неверного определения интересов участников проекта. И отсутствие мероприятий по вовлечению сотрудников заказчика в проект. Здесь достаточно для вовлечения бывают разные мотивации, в том числе, возможно, KPI от внедрения проекта. Достаточно сильный мотиватор для вовлечения сотрудника компании в проект. Решение, конечно же, может быть несколько. Одно из них решение, которое провела в прошлом слайде о том, что необходимо обязательно развить навык выявления интереса. Но дополнительным инструментом здесь мы можем рассмотреть проведение командообразующих мероприятий в проекте, в ходе которого между командой исполнителем и заказчика будет установлен личный контакт. Личный контакт чаще всего помогает решить данную проблему. Это позволит выяснить личные интересы команды заказчика и вовлечь в проект. Данное решение значительно ускоряет динамику проекта. Но есть, как всегда, во всем всегда есть но, что данное его внедрение целесообразно в крупных проектах порядка от 10 миллионов, бюджет которых позволяет потратить средства на подобные мероприятия. Но и, в принципе, личное знакомство с сотрудниками заказчика, оно и рекомендовано и на небольших проектах. Следующая наша проблема, которая связана всегда с появлением новых требований в ходе выполнения работ по проекту. Когда между заказчиком и исполнителем, то бишь нами, не возникает понимания на тему изменения границ, сроков и бюджета проекта. Какие ситуации здесь входят? Это появление новых требований, за которые заказчик не готов платить отдельно. Ошибки в проведении оценки проекта сотрудниками исполнителя и попытки это переложить на заказчика. Но при этом заказчик достаточно очень хорошо чувствует обычно, что когда проведена ошибка на стороне исполнителя. изменения, соответственно, в бизнес-среде самого заказчика, которые также влекут за собой необходимость в изменениях проекта без пересмотра его бюджета и сроков. То есть, если какие-то изменения проходят в бизнес-среде заказчика, то рекомендуем всегда подойти к тому, чтобы рассмотреть возможность изменения и пересмотреть бюджет и сроки. Возможно, неоднозначные трактовки у нас в документах в группы технического задания, которые позволяют сторонам трактовать ожидаемые результаты в свою сторону. И, соответственно, данные требования, если будет трактовка неоднозначной, то данные требования повлекут фактически бесконечную работу и проект фактически не завершится. Вы либо расстанетесь с данным заказчиком, либо командой исполнителем, либо нужно будет, опять же, пересмотреть требования и расставить точки. Какие же вот эти причины у нас и проблемы неудачи бывают? В чем причина? Неверное определение интересов сотрудников заказчика. Это краневая причина, которая порождает следующую причину. Нам надо понимать, что продукт автоматизации, он неосъязаемый, поэтому ожидание по нему строится только на основе опыта. То есть, предварительно его пощупать нельзя. Поэтому все исходит из опыта. Если опыт неоднородный, то, соответственно, возникают проблемы с вместимостью ожиданий. Одни хотят чудо, а другие хотят точного ТЗ. Следующая причина возникновения проблем неудач, это отсутствие у сотрудников исполнителя опыта формализованного описания бизнес-требований и недостаточной экспертизы для этого в предметной области. Знание предметной области является обязательным для сотрудников, которые участвуют в проектах. Обычно в этом случае исполнитель описывает проект в технических терминах, а они слабо связаны с бизнес-результатом проекта и поэтому являются, по сути, причиной наших неудач во внедрении. Вот таковы причины проблем. Как же с этим бороться? Частично мы уже об этом сказали выше. Но с точки зрения исполнителя, то есть что нужно провести на стороне исполнителя? Какую профилактику по недопущению ошибок? Во-первых, со стороны исполнителя должны быть сформированы навыки работы с интересами людей у руководителя проекта. У сотрудников должны быть сформированы именно навыки формализации бизнес-требований. То есть сотрудники должны обладать такими качествами. И к оценке мы должны всегда привлекать сотрудников, которые имеют достаточную экспертизу по данной предметной области. Обращаю внимание, именно предметной области. То есть если, допустим, наш специалист является... Если мы пошли в пищевую отрасль, а сами до этого были в машиностроении, то, соответственно, точно команда, которая будет внедрять с большой вероятностью, можно сказать, что данный проект не состоится. Поэтому здесь необходимо, конечно же, эту профилактику предварительную привести команда должна быть подобрана соответствующей. Это касается не только больших внедрений, но и небольших в том числе. Введение любого решения – это, по сути, проект. Будь то маленькое решение, например, салон красоты, необходимо подобрать удобное решение. Либо тот же самый медицинский центр, например. Тоже решение много на рынке, а выбрать то, которое подойдет, бывает достаточно сложно. Так, немножко отвлеклась. Возвращаюсь. Какую же профилактику необходимо провести со стороны заказчика? Что касается компании, где проходит внедрение, то здесь обязательно в компании должен быть драйвер проекта внедрения системы. При этом у него должны быть полномочия для принятия решений, в том числе и непопулярных. И об этих полномочиях должны быть известно всем участникам проекта. И тем, на кого повлияет система по итогам запуска, и, в общем, должно быть обязательно известно всем. И он должен принимать решения. Не просто ему должны быть эти данные полномочия. Он и должен принимать эти решения. Также для данного драйвера, по данному человеку, обязательно у этого человека должно быть время подумать. Чаще всего у нас на проектах, как со стороны заказчика, так и со стороны, в том числе, исполнительной, не хватает этого времени. У нас не хватает времени на анализ и подумать. Ну, заменитая, конечно, фраза есть такая, что хочешь, чтобы человек совершал ошибку, не дай времени ему подумать. Время важно. Подумать обязательно нужно. И это время должно быть у данного драйвера в компании. Далее, что необходимо сделать со стороны заказчика? Обязательно необходимо определить цели и зафиксировать требования. Прежде чем начинать поиск системы, обязательно фиксируем цели, потому что их отсутствие может привести к тому, что эпопея может не завершиться, то есть проект у нас с вами не состоится. Также следует выделить бюджет, время, команду. Все эти ресурсы, очевидно, зависят от требований. Не должно быть иллюзий, что желание... Не должно быть вот следующих иллюзий, что мы хотим натянуть систему на индивидуальные требования. Это приведет к тому, что будут большие затраты. Костюм на заказ всегда дороже. Скоб проекта также определяет время, которое нужно выделять со стороны как драйвера, так и участников проекта, а также у всех людей, на кого повлияет использование системы. Не нужно бояться изменений иного. Изменения можно тестировать на части своих клиентов, то есть предварительно договорившись с ними, либо в том числе и с пользователями. То есть любые изменения, которые вы вносите, они достаточно часто... Наши клиенты идут с пониманием к этим изменениям и готовы поучаствовать в этих изменениях. Это вот сейчас то, что идут к изменениям со стороны заказчика. Например, мы хотим ввести новую CRM-систему, при этом предлагаем нашим клиентам, которые с нами сотрудничают, которые закупают у нас некие товары, поучаствовать в данном эксперименте. Например, мы хотим им предоставить доступ к системе, чтобы они совершали закупки непосредственно в системе, то есть формировали заказы в системе. И, соответственно, мы такую систему... Как бы договариваемся с ними предварительно, и они проводят тестирование. Что еще? Также и с пользователями необходимо согласовать время, чтобы они потратили времени, побольше времени на это, и, соответственно, протестировали систему. Это поможет нам избежать появления очагов неэффективности. Порой это достаточно сложно, а иногда и больно, но это нужно сделать для того, чтобы поставить в главу эффективности организации и бизнес сам по себе. Настойчиво преодолевать сопротивление, по сути, правильно продавать проект со стороны заказчика тоже важно. Сотрудники, чаще всего возрастные, понимают эту и другую разумную аргументацию. Вообще любой сотрудник может понять разумную аргументацию, и, соответственно, как правильно мы продадим этот проект, как они его и примут. При этом очень важно, чтобы заказчик, то есть вы как заказчик, сфокусировались на своем основном бизнесе. Когда компании решают за полгода-год изобрести свой собственный велосипед, например, разработать сером систему, либо систему helpdesk, или еще что-то другое, то достаточно часто это всегда заканчивается провалом. Затрачиваются большие суммы бюджета, в итоге не доделывается проект. Но главное, это показатель того, насколько ваш бизнес на текущий момент работает фактически неэффективно. На это нужно обратить внимание, что... Так. И, соответственно, необходимо перестать верить, я не знаю, сейчас видео будет видно или нет, думаю, что да, что про сказки про бесплатное, дешевое, качественное, само не полетит. Основная проблема внедрения всех систем это как раз организационные сложности и изменения, которые придется в любом случае проводить. Иначе система хоть и принесет результат, но он не будет соответствовать результатам. Это были как бы действия, которые, исходя из практики, исходя из опыта, я бы вам порекомендовала. Честно говоря, вот сейчас вся, по сути, презентация, она связана с тем, что было исходя из практики. Возможно, у вас были более удачные, по сути, внедрения, и вы не сталкивались с неудачными внедрениями. Но такое бывает, что неудачные внедрения тоже бывают. Что поможет, может также еще избежать неудачных видео проскочилов. Дело в том, что у нас это видео выложено в общих ресурсах. Вы можете его посмотреть и скачайте и презентацию, и видео. Там оно есть. Скачайте, подведите. Что поможет еще? Некая полезная информация, которая поможет вам сделать проекты, внедрения достаточно эффективными. Очень хорошее, чисто вот из практического опыта, что для работы больше всего используется именно то, поскольку внедряем 1С, то, что рекомендует фирма 1С. Хорошая практика, всегда полезна. Вышла буквально недавно книга у них. Это «Введение в управление проектом внедрения ERP-систем». И здесь достаточно интересно собрана информация. Да, ссылки на видео обязательно пришлем. Вот эта книга, она рекомендована именно и специалистам, как со стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей. Вы поймете, что такое проекты и как нужно к ним подходить. То есть, рассмотрите этапы, достаточно все изложено очень простым языком, читается все легко и, соответственно, возможно, как раз поможет вам избежать неуточных внедрений. Ссылку на презентацию тоже сбросим. Кстати, она есть, здесь вот есть у нас такая кнопочка, которая называется «Показать ресурсы» в правом верхнем углу, и вы можете скачать ресурсы и ссылочки вот сейчас вот эти презентации непосредственно в «Мирополис». То есть, есть такая возможность, сейчас вы даже можете скачать. Следующая книга. Достаточно часто все говорят, вот мы внедрим CRM-систему и у нас увеличится количество продаж. Несколько неправильный подход. А вот эта книга, она как раз приведет вашу потребность в внедрении, допустим, той же самой CRM, покажет, какие возможности есть непосредственно в самой системе. В данном случае здесь рассматривается ERP-система, но она, по сути, подходит для управления торговлей. И плюс еще в данной книге достаточно все хорошо изложено, как работает еще один из CRM. То есть, здесь приведено достаточно хорошее сравнение. Описано, как подобрать CRM-систему, какой подход требуется и нужна ли вообще для вашей компании эта CRM-система. Здесь можно ознакомиться, соответственно, сделать правильный выбор. То есть, и, соответственно, здесь также в этой книге вы сможете увидеть общую концепцию работы на проекте. Тоже достаточно очень интересно. Ну и, конечно же, да, запись конференции тоже будет. Хотела бы также поделиться с тем, помимо вот этих книг, это вот те книги, на которые в последнее время достаточно часто обращаю внимание. Ну, соответственно, есть еще в один из ERP-академий есть еще и другие книги. Они достаточно интересные. А буквально вот недавно, насколько, только 17-го числа, по-моему, вышла книга, которая касается работы именно аналитиков. Там рассматриваются как раз, как проходится, проводится описание бизнес-процессов. К сожалению, я не сделала скриншот данной книги, но очень бы настоятельно рекомендовала эту книгу привезти. Жаль, конечно, что она не продается в электронном варианте, но в бумажном она продается. Очень хорошая по описанию книга. Но если кто-то проходил курсы от 1С в части того, как проводится подготовка аналитиков, то, соответственно, они поймут, что книга полезная. Вот. И сейчас секундочку о второй книге. Так, Марьяна Витальевна, мы вам сбросим наименование книги чуть попозже тогда. Почтой отправлю. Если кому будет интересно, тоже напишите нам, сбросим. Вот. Есть еще на сайте интересные статьи. На что стоит обратить внимание? Вот есть ссылочка по статье экспертов, наши эксперты-руководители проектов, которые выясняли возможные причины того, что может быть у нас при оценке работы в проектах. Статья Ивана Аюпова, она достаточно полезна для проработки вот этих возможных ошибок. Соответственно, мы вам эти ссылочки и, соответственно, опять же, презентации можем тоже выслать и посмотреть ее. Актуальная, буквально свежая статья, мы сталкивались с такими ситуациями, что у нас возникают ошибки на проектах. Не будем этого скрывать и они возникают. Поэтому всегда необходимо, прежде чем провести оценку, еще раз соответственно выявить и выслушать клиента. Почитайте ее, ознакомьтесь с ней. Поможет вам в дальнейшем оценку работ проводить хорошо. Да, статья, она вышла 25.05, все правильно. Есть еще другая, достаточно, в принципе, старая статья, но подходы к проектам, они модернизируются с точки зрения самих технологий, а работа фактически всегда актуальна. Это статья Аллы, проблемы при реализации проекта, нахождение и компромиссы между исполнителем и заказчиком. Также достаточно такая интересная, может быть, и с ней ознакомиться, поскольку Алла у нас работает на крупных проектах и с ее опытом можно будет ознакомиться. Для преодоления неудач в внедрении проектов достаточно часто лучше всего изучать не на себе, конечно же, а на практике других людей, но бывает так, что все приходится осваивать опытным путем. Поэтому сегодня я поделилась тем, с чем мне пришлось самой столкнуться, работая на проектах. Соответственно, все причины, которые были указаны, с ними действительно работали, столкнулись, потом старались преодолевать. И с этой целью моей сегодняшней встречи была как раз поделиться с текущими причинами и возможностью их решений. Вот. Это кратко то, что я хотела вам на сегодня рассказать. И, соответственно, готова сейчас ответить на возможные ваши вопросы, если вдруг они у вас появились. Спасибо вам за то, что посетили наш вебинар. Презентации мы вам отправим, информации поделимся, про книжку, про аналитика обязательно вышлем информацию тоже. Если вопросов нет, то благодарю вас за внимание. Если возникнут какие-то вопросы, опыта, к сожалению, не хотелось бы озвучить клиентов, но буквально недавно если будет интересно, то можно будет связаться потом с Дмитрием, оставьте контакты через менеджера, который с вами связывался. А, бизнесы по клиентам. Ну, вот у нас было как раз буквально недавно такое внедрение, это было внедрение ERP-системы. там сначала, изначально между бизнес-метабологами и соответственно проектной командой была проектная команда от заказчика. При этом были еще и бизнес-метабологи. Проектная команда донесла информацию, исходя из того, как они понимали бизнес. При этом ставилась задача и постановка вопросов, постановка задач, которая шла от проектной команды заказчика, она была иной, чем хотел бизнес. В итоге затянулся процесс сдачи доработок и всегда при сдаче находилась неоднозначная трактовка задач. Бизнес понимал одно, проектная команда другое, мы понимали третье. В итоге вот эта неоднозначная постановка задач привела к тому, что мы часть работ сдали, принял у нас этот заказчик, но при этом расстались достаточно дружелюбно. То есть мы завершили работы на проекте, но нам пришлось расстаться с заказчиком. Так, торговые компании до 200 человек в блоке оперативный учет, бухгалтерский, кадровый, складской, финансовый, СРМ. Торговая компания, А в зависимости от того, что в оперативном учете, в бухгалтерском, кадровом, складском, финансовом, СРМ, что вы хотите внедрять. Без описания бизнес-процессов, конечно же, сложно привести оценку. Можно прикинуть вилку. Есть достаточно даже у нас табличка, которая эту вилку оценки может привести. Можно получить эту оценку непосредственно через нашего менеджера. Но так, секундочку, для того, чтобы скачать вилку. Так, а я ее сейчас, к сожалению, вам не покажу. Может быть, тогда, Максим, мы вам эту вилку как бы сбросим, что вот оценка такого-то, примерного внедрения составит столько. Поделимся этой информацией. То есть, есть специальная таблица, которая помогает проводить расчет такого внедрения. Но это будет вилка, потому что для более точной этого же, именно этого же кейса. Торговая компания до 200 человек. Хорошо, сбросим, пришлем. Спасибо большое вам. Удачных внедрений также. Благодарю за внимание. Тогда мы за всем с вами прощаемся, а всем, кому чего обещали, обязательно сбросим. субтитры субтитры